Привет, друзья! Это в блог Аптекарь говорит. С вами Александр Провизор. И сегодня я хочу с вами поговорить о препаратах на основе тамсулазина. Тамсулазин – это лекарственное средство, использующееся при симптоматическом лечении доброкачественной гиперплазии пристательной железы. И говорить сегодня я буду о препаратах Омник и Омник Окос. Дело в том, что лекарственная форма препарата Омник – это капсулы с модифицированным высвобождением. А лекарственная форма препарата Омник Окос – это таблетки с контролируемым высвобождением. Ввиду того, что цены на эти препараты очень сильно отличаются, в аптеке часто спрашивают, есть ли принципиальные отличия между этими двумя лекарственными формами и этими препаратами. Принципиальные отличия есть. Дело в том, что фармакокинетика обычных лекарственных форм с модифицированным высвобождением зависит от наличия воды в пищеварительном тракте. В верхних отделах пищеварительного тракта, где воды много, высвобождение и всасывание активного вещества происходит быстро. В нижних отделах пищеварительного тракта, напротив, воды мало. Поэтому высвобождение и всасывание тамсулазина из капсул с модифицированным высвобождением в толстой кишке значительно затруднено. И таблетки с контролируемым высвобождением, это препарат Омник-Укос, специально разрабатывались для пациентов с доброкачественной гиперплазией пристательной железы, которые страдают из-за частых подъемов ночью с целью мочеиспускания. Новая лекарственная форма позволяет замедлить скорость высвобождения тамсулазина в верхних отделах пищеварительного тракта и поддерживать постоянный уровень всасывания в его нижних отделах. Это обеспечивает равномерную концентрацию тамсулазина в крови в течение 24 часов, без пика концентрации через несколько часов после приема препарата и без субтерапевтических значений в ночное время. Обратите внимание, концентрация тамсулазина в крови в лекарственной форме ОКОС не выходит за пределы терапевтического окна в течение суток. За счет этого не только усиливается терапевтическое действие препарата в ночное время, но и минимизируются побочные эффекты, что уместно для пациентов с сопутствующей кардиоваскулярной патологией и высоким риском развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Друзья, в конце этого ролика я хочу посоветовать вам ознакомиться с одной интересной статьей – сравнительная экспертиза препаратов на основе тамсулазина. В статье вы можете узнать, что качество даже дорогого импортного дженерика не всегда соответствует качеству оригинального препарата. Ссылка есть в описании. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте о группе ВКонтакте. Всего вам доброго. Пока.